Вот видно, в Коломне три дня назад был некий пик. Если бы этот коломенский пик пришел к нам неизменным, то он был бы у нас через сутки, через полутора максимум. Главный метеоролог Рязани Алексей Крутовский смотрит на экран монитора с некоторым сожалением. Так называемый выброс или верхняя точка на диаграмме резкое повышение уровня бассейна Аки. Где-то в Коломне, похоже, прошли ливни, но до Рязани волна не дотянула. Излишек забрал тамошний гидроузел. Впрочем, низшая точка фиксации. Минус 281 сантиметр графика поста в Рязанской области уже пройдена. Тотального обмеления не будет. Начиная примерно с 2000 года, река Ака вступила в маловодную фазу. Но это не означает, что это что-то катастрофическое. Да, идет небольшое уменьшение годового стока. То есть сток всей воды, которая протекает в реке за весь год. Мы думали, что в 2018 году, когда было хорошее высокопыловодие на реке Аки в городе Рязани, мы думали, что преодолели эту маловодную фазу и начался подъем. Но это оказалось не так. Обычная цикличность фаз 30-35 лет. Нынешняя маловодная, по мнению ученых из РГУ имени Есенина, уже близка к завершению. Идеальными для Аки, да и в целом для Рязани, были бы сейчас суровые зимы с глубоким промерзанием грунта и значительным запасом снега. И от того, как будет идти ход снеготайния и вообще ход половодия, там будут ли оттепели, сколько снега, сколько воды в снеге, и зависит количество воды от того, которое накопит бассейн весной. А потом уже через грунтовый сток он будет его отдавать летом и осенью. И вот от этого у нас будет зависеть и минимальный уровень. Понятно, что антропогенный или человеческий фактор на обмеление влияет не меньше, чем природный. Увеличение илистости дна – прямое следствие техногенного вмешательства. Например, неправильно выполненных дноуглубительных работ. Ила обладает ярко выраженными сорбционными свойствами. И говоря бытовым, простым языком, может впитывать и сорбировать на себе всякую дрянь. То есть и тяжелые металлы, и какие-то радионуклиды, и какую-то плохую органику, а образуясь с ней комплексы. Сейчас ученых из РГУ беспокоят притоки Оки. В зоне их внимания – обширная территория от Константинова до Елатьмы. Именно там, по их словам, илистость уже начинает превышать нормы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».